Добрый день, ребята. Давайте начнем. Моя цель – рассказать про экзопланеты. Цель пилотируемой космонавтики сегодня – это нормальные планеты, их спутники, пределы Солнечной системы. Я буду говорить о том, куда люди вряд ли в ближайшее время долетят. Точно мое поколение не долетит, ваше, я думаю, тоже не долетит, но в ближайший год туда могут начаться полеты автоматических аппаратов. Это уже интересно. Но человек, может быть, когда-нибудь последует за ними. И так, как за планеты. Напомню, в нашей Солнечной системе 8 больших тел и очень много мелких. Малые тела Солнечной системы. Сегодня их открыли более миллиона. Но это в основном астероиды и ядра комет во вторую очередь. Они не менее интересные, чем планеты, но планеты нас привлекают, наверное, по историческим причинам. Мы считаем, что на них возможности жизни больше, чем на ядрах, например, комет. Хотя это далеко не так. Кометы могут быть тоже прибежищем жизни. Вот статистика открытия малых, ну вообще, тел в Солнечной системе. Тут три кривых. Это черная кривая, количество обнаруженных тел. Я перестал ее рисовать дальше, до нынешних дней, но поверьте, уже более миллиона тел открыто. Пунктир — это количество тел, которые достаточно надежно отнаблюдали. Их траектории известны. Мы их никогда не потеряем. Они уже в каталогах. Наши на вечные времена. Мы их орбиты можем вычислить и понять, где они в данный момент. Это самая низкая, крупнопунктирная кривая. Это количество поименованных астероидов. Им дают обычные имена каких-то людей, заслуживших авторитет в обществе. Их, конечно, не так много, там около 30 тысяч. Но впереди у нас еще миллионы астероидов, которым предстоит дать имена. Все в наших силах. Проявите себя на фоне человечества, и ваше имя полетит в виде маленького космического тела. Вечно будет блуждать по Солнечной системе. Мне очень нравится эта картинка. Правда, она немножко не совсем влезла в кадр. А может быть, оно и к лучшему. Тут видно в одном масштабе, как велико наше Солнце, как малы на его фоне даже планеты-гиганты, и как совсем не видно планет земной группы. Они куда-то там делись на обрезе кадра. Так вот, нас-то как раз интересуют те, которых здесь не видно. Планеты земной группы. Именно на них возможность жизни выше, чем на гигантах. А у остальных звезд тоже что-то должно быть. Когда я начинал свою карьеру астронома, я и вообще вся астрономическая общественность была уверена, что планеты есть и у других звезд. Только мы были уверены, что не при нашей жизни их удастся наблюдать. Звезды яркие, а планеты в миллиарды раз менее яркие, чем звезды, которые живут рядом с ними. Как может астроном различить на фоне яркой звезды, находящиеся рядом с ней, планетообразное тело? Вот пример. К вам в глаза светит мощный фонарь, и вы не знаете, что там рядом с ним. Если его потушить, то что-то там обнаружится, какой-то светлячок. Но если мы потушим звезду, то и планету рядом с ней тоже не увидим, хотя это не факт. Иногда видим, и я покажу вам примеры, когда можно притушить звезду искусственным образом и увидеть рядом с ней планету. Посмотрим на нашу Солнечную систему от ближайших звезд. Это наша Солнечная система, и так были бы видны наши планеты, если бы мы с расстояния, ну там, альфа-кентавра, на нашу Солнечную систему посмотрели. Угловые расстояния и яркость планет в звездных величинах. Я вам скажу, что даже при таких, ну, кто в звездных величинах чувствует яркость, это очень, на самом деле, слабо светящиеся тела, но они вполне доступны, особенно Венера, Земля, Юпитер, Сатурн, вполне доступны современным телескопам. Телескоп Хаббл увидит такие объекты. Почему же Хаббл не видит планеты у других звезд? Дело в том, что сами звезды рядом с ними, угловые расстояния, доли угловой секунды. И когда мы смотрим на яркий объект, рядом с которым в миллиард раз менее яркий, конечно, яркий объект мешает нам их увидеть. Вот четыре фотографии одной и той же области неба, сделанные с разными экспозициями. Короткая, ну и более длинная, самая длинная. Видите, на короткой экспозиции яркая звезда точка, и она не мешает нам увидеть что-то рядом с ней. Но ничего рядом с ней, конкурирующего по яркости, нет. Мы увеличиваем экспозицию, и наконец-то проявляются на фотографии менее яркие объекты. Но тогда яркая звезда своим светом заливает все вокруг себя. Это и свет, рассеянный в атмосфере Земли, и в оптике телескопа, и в фотоприемнике телескопа. В общем, многокаскадный процесс, пока мы получим это изображение на экране компьютера, и везде яркий свет рассеивается, и вы рядом с яркой звездой ничего слабо светящегося не увидите. Именно поэтому мы считали, я, вот и все мои коллеги, и до начала 90-х годов были уверены, что никогда мы, ну, не при нашей жизни будут открыты планеты у других звезд. Между прочим, не только в отношении экзопланет была такая история. Например, известный астрофизик, ныне нобелевский лауреат Кепторн, говорил, что да, черные дыры есть, нейтронные звезды должны быть в природе, экзопланеты должны быть, но мы их никогда не откроем, потому что они очень слабо светящиеся и далеко от нас, и все это будут чисто теоретические объекты. Это цитата из его книжки, переведенной на русский язык. Когда-нибудь, может, прочитаете ее? Хорошая книжка. Он стоит о чем-нибудь сказать никогда, и это в ближайшее время происходит. В отношении нейтронных звезд он ошибся буквально на пару лет, сразу после написания этой книги они были открыты, а в отношении экзопланеты он был немножко более дальновидным, потому что прошло лет 20 после этого неправильного предсказания, и мы их стали открывать. Сначала была идея такая. Хорошо, мы не видим маленькую планету, давайте смотреть на яркую звезду. Если они обращаются, планета и звезда, вокруг общего центра масс, значит звезда будет ерзать под действием притяжения к планете. И мы вот по этим ерзаньям на фоне звездного неба можем догадаться, что рядом с ней планета. Но давайте проверим, можем ли. Вот Солнечная система. Если бы рядом с Солнцем не было, например, Юпитера, как наиболее массивного тела, Солнце двигалось бы по прямой, но движение Юпитера по орбите заставляет и Солнце тоже двигаться относительно своего центра массы. Можно ли это заметить? Вот мы с нашей аппаратурой переезжаем на соседние звезды и смотрим на Солнечную систему. Солнце, его центр, под действием притяжения к Юпитеру будет ерзать туда-сюда на расстоянии одной-двухтысячных долей угловой секунды. Это немыслимо даже сегодня. Правда, сегодня летает один телескоп космический Гайя, который в принципе такие углы измеряет. Но я думаю, что и для него это была бы задача непосильная, потому что Солнце очень яркое. А яркие звезды даже космическому телескопу трудно изучать, потому что он тоже телескоп. И у него тоже в оптике рассеивается свет от ярких... Даже если атмосфера не мешает, все равно внутри телескопа рассеянный свет не позволяет точно координаты светящегося объекта найти. Тем не менее, за эту работу взялись астрономы, даже не имевшие космических телескопов. Это было в середине XX века. И выбрали для начала звезду, так называемую летящую Барнардо. Это вторая по удаленности от нас звезда. Вот Альфа-Кентавра система из трех звезд ближняя. А звезда Барнардо следующая, совсем недалеко. Она действительно быстро движется на фоне неба. И с помощью длинофокусных телескопов, когда масштаб изображения большой, можно маленькие смещения звезды на фоне более далеких звезд выяснить, заметить, взялся за эту работу очень известный американский астроном, астрометрист Питер Ван де Камп. И несколько десятилетий занимался этим. Но ему показалось, что он открыл колебательные движения звезды Барнардо. И в начале 60-х, я тогда был школьником, хорошо помню, как Ван де Камп объявил, что он обнаружил одну, а потом даже сказал две или три больших планеты, обращающиеся вокруг звезды Барнардо. Ему тогда все поверили, потому что это было начало 60-х, это начало космической эры. Все думали, что стремительный прогресс науки и техники происходит, и значит, он правда обнаружил эти экзопланеты. Но его ученики на более современных и более качественных телескопах показались ничего подобного. Вот это был прогноз Барнардо, такое синусообразное колебательное движение звезды Барнардо. Он прогнозировал под действием обращающейся вокруг нее одной, а потом даже сказал трех планет. Но выяснилось, что ничего этого нет, он заблуждался. Правда, до конца жизни он не соглашался с этим, но выяснилось, что таки да, заблуждался. Самое любопытное, что в наше время уже открыли у звезды Барнардо планету. Но она оказалась такой маленькой, что ничего подобного не могла совершить. Звезда ее почти не чувствует. Несколько лет в космосе летает телескоп, который способен на эти работы. Это европейская астрономическая обсерватория, там и многоцветная автометрия проводится. Гайя и она измеряют положение звезд с точностью в тысячной доле угловой секунды. Ей уже по силу такие работы. Мы накапливаем сейчас, многие годы надо накапливать эти данные, чтобы заметить вот такое медленное колебательное движение звезды. Но, пожалуй, уже накопилось достаточно, чтобы начать их выявлять. Точность ее измерений – две статысячных доли угловой секунды. Представить себе этот угол, ну, по-моему, это пятачок, пятикопеечная монета, лежащая на поверхности Луны, а вы на нее смотрите с Земли. Вот сегодня астрономы могут измерять такие углы. Фантастика. Тем не менее, пока не были открыты экзопланеты, накапливались косвенные данные, что они все-таки есть, что у звезд планеты есть. Ну, например, это умирающая звезда типа нашего Солнца. Ну, мы такие объекты называем планетарные туманности. Вот, казалось бы, идеальная планетарная туманность, потому что звезда – это шар, и когда постоявшая звезда сбрасывает с себя верхние слои, они тоже должны принимать шарообразную форму. Да, есть такие планетарные туманности, а есть и вот такие. Как может шарообразная звезда вот так в двух диаметрально противоположных направлениях сбросить газ, а в других направлениях нет? Сразу появляется идея, что где-то здесь плоскость планетной системы, и планеты перехватывают газ, сброшенный звездой, и перенаправляют его в эти стороны своей гравитации. Это подтверждается. Но в ту пору, это конец 80-х, это был пока такой, скорее, интуитивный факт, ничем не подтвержденный. Мы заглянули с помощью телескопа Хаббл в основном в места, где рождаются звезды, это туманность Ориона. И заметили там, на фотографиях, сделанных Хабблом, это хорошо видно, вот они тут увеличенные, показаны. Рядом с молодыми звездами есть протопланетные диски. Они из холодного вещества состоят. Холодное вещество поглощает свет звезды и иногда ее полностью экранирует. Это намек на то, что формируются планеты рядом с молодыми звездами. Вот примерно такие протопланетные. Ну, это картинка была. Наиболее изученный протопланетный диск в ту пору был вокруг звезды Бета Пикторис. И диск виден с ребра, специальная заслонка черная закрывает яркую звезду центральную. Это все в телескопе Хабблу. Есть такая возможность. И мы видим этот диск. Более того, впоследствии даже удалось заметить в центральной части этого диска изгиб его плоскости. Это в каком-то смысле напоминает нашу Солнечную систему, потому что почти центральные все планеты движутся в одной плоскости, вблизи плоскости Земли. А далекие планеты типа Плутона, еще более далекие, микропланеты, карликовые планеты, они под углом. И, в общем, это говорит о том, что и в других протопланетных дисках могут быть такие ситуации. Все это были косвенные, но данные, которые впоследствии подтверждались. Уже в наше время сфотографировали Бета Пикторис, бета-живописца по-русски, специальной заслонкой, заслонив центральную яркую звезду и окрестности ее. И вот тут вот, ну это полупрозрачная заслонка, и тут действительно нашлась в этом протопланетном диске уже сформированная планета. Но это было позже, это было уже в 21 веке. Возникло в начале 90-х годов желание заметить движение звезды не в плоскости неба, а вдоль луча зрения. Если в плоскости неба нам не хватало точности измерения, то спиртроскопия в те годы быстро шла вперед, и появилось желание заметить движение звезды к наблюдателю и от него, если вокруг звезды бегает невидимая планета. И эта так называемая доплеровская спектроскопия действительно оказалась реализованной. Ну это неинтересно, пожалуй, вот это я пропущу, это радиоастрономические наблюдения. И движение звезды под действием планеты должно было приводить к регулярному колебанию спектральных линий туда-сюда, потому что звезда то от нас, то к нам движется, то к наблюдателю, то от него. Легко сказать, а насколько, на картинке это движение такое легко заметное, а на самом-то деле, насколько быстро движется звезда, если вокруг нее обращается планета. Ну давайте прикинем, у нас единственная планета, которая вообще может раскачать наше Солнце, это, конечно, Юпитер. Все остальные маленькие, Юпитер большой. Но и он в тысячу раз менее массивен, чем Солнце. Значит, под действием притяжения к Юпитеру Солнце будет в тысячу раз медленнее двигаться, чем Юпитер летит по орбите. Он летит по орбите со скоростью 13 километров в секунду. Значит, Солнце под действием притяжения к Юпитеру смещается туда и сюда с амплитудой 13 метров в секунду. Что такое 13 метров? Это вот на Олимпийских играх человек бежит с такой скоростью, там, на 100 метровке. Вроде бы это быстро, а на самом деле смещение спектральных линий микроскопическое. Оно намного меньше, чем толщина самой линии. И казалось, что это невозможно заметить. Какие-то там метры в секунду, тем не менее, удалось. Правда, удалось это самым крутым спектроскопистам, буквально лучшим в мире, которые на ту эпоху были. Спектр растягивается в невероятное количество раз. Тут он просто нарезан на кусочки и сложен стопочкой. И мы видим отдельные спектральные линии, даже их форму, крылья, центральную часть более плотную. И вот даже на таких сильно, ну, как говорят, большая дисперсия у спектра, большое растяжение, даже на таких спектрах смещение спектральных линий безумно маленькое. За эту работу сначала взялись два американских, ну, или, скажем, полтора американских спектроскописта. Это Пол Батлер, он был аспирантом тогда, а Джефф Марси был, ну, уже квалифицированным астрономом. И вот они, полтора профессиональных астронома, взялись за эту большую работу. Ну, в смысле, аспирант и его руководитель. И начали наблюдать много-много звезд. Настоящий американский проект. Хорошо финансировался на многие годы вперед. Было финансирование, было желание наблюдать лет 20. И потом, в конце концов, у Юпитера-то орбитальный период вокруг Солнца 12 лет. Значит, чтобы одну вот эту волну синусоидальную заметить, надо было, так рассчитывали, ну, лет 20 примерно наблюдать. И за эту же работу взялись два европейских, полтора европейских астронома. Это Мишель Майор, вот он слева уже с бородой, очень известный. Ну, он как, французско-швейцарский астроном. И его аспирант Дидье Кило. Но у них не было небольшого финансирования, небольшого телескопа, но был большой опыт, особенно у Майора. И вот они нашли очень правильный телескоп, он в Швейцарии, там, на границе с Францией. И этот телескоп действительно очень жесткий, очень надежный. Тут главное, чтобы многие-многие месяцы, по крайней мере, он сохранял свою абсолютную жесткость. Ничего там, температура не менялась, гнути никаких не было. И все это было сделано аккуратно. Специальный спектрограф был сделан. И наблюдали они всего несколько звезд. И вдруг одна из них показала вот это вот синусоидальное колебание с периодом всего 4,5 дня. 51-е созвездие Пегаса. Это было открытие, можно сказать, случайное. Но в таких вещах не бывает случайности. Они к нему шли, и американцы оказались вторыми. Потом американцы нашли гораздо больше экзопланет. У них действительно был большой проект. Но Нобелевскую премию получили не они, а майор и Кило, который уже был не аспирантом, а молодым астрономом тогда. Вот это самая знаменитая кривая, то есть график изменения лучевой скорости звезды. Вы видите, амплитуда 50 метров в секунду. Но это очень много. Мы только что говорили о 13 метрах в секунду, с которыми Солнце под действием Юпитера колеблется, а тут 50 метров в секунду. А период всего 4 с небольшим дня. Ребята, это же период обращения планеты вокруг своей звезды. Нам в голову такое не приходило, что за 4 дня планета может облетать свою звезду. У нас Меркурий, самый близкий к Солнцу, и то там 3 месяца с лишним облетает. Вот это было неожиданно. Большая планета бегает вокруг звезды со страшной скоростью. Тем не менее, открытие совершилось. Несколько лет назад, два года назад, Мишель Майор и Дидия Килопа получили свою Нобелевскую премию за это открытие. И работа продолжается. Оказалось, что они открыли очень массивную планету, очень близко от звезды. А раз она близко, она и нагревается своей звездой очень сильно. Значит, это Юпитер, или даже более массивная планета, чем Юпитер, нагретый с поверхности своей звезды до очень высокой температуры. Родился новый термин – горячие Юпитеры. Их-то и начали в первую очередь открывать, потому что это было просто. Они раскачивали свою звезду и сами испарялись под ее лучами. Каждый такой горячий Юпитер окутан такой атмосферой, прям как комета. Постоянно теряет газ со своей поверхности. Были созданы модели таких горячих Юпитеров. Они довольно любопытные. Как там будет циркулировать воздух, какие вихри будут возникать. И это стало сейчас буквально таким модным направлением в астрофизике. Многие наши студенты этим занимаются в других университетах. Но хотелось побольше открыть таких планетных систем. И тогда возникло желание не спектры наблюдать, а яркость звезды. Ведь если орбита планеты ориентирована к нам ребром, то планета время от времени на каждом обороте будет проходить на фоне звезды. И будет на какое-то время прикрывать кусочек ее поверхности. Таким образом мы увидим микрозатмение. Когда планета проходит на фоне звезды, яркость звезды чуть-чуть понизится. Когда планета за звездой проходит, а в этот момент она освещена звездой все-таки кое-как, то их суммарная яркость тоже немножко понизится. И вот по таким изменениям яркости звезды можно судить о наличии, и не только о наличии, а о размере планеты, об ее орбитальном движении, сколько там длится год, и как быстро она проходит, в общем, полезное дело. Вот примерно так это предполагалось. Но обратите внимание на шкалу. Планета-то все-таки намного меньше звезды, закрывает лишь кусочек ее поверхности, значит, яркость звезды будет опускаться на доли процента. С Земли это довольно трудно заметить, потому что кто смотрел на звезды, знает, они и так мерцают из-за нестабильности нашей атмосферы. Из космоса это гораздо проще. И вот мы уже накопили много-много данных, как меняется яркость звезд, причем в разных цветах, а это нам еще говорит и о том, какова сама звезда. Планета в данном случае служит заслонкой, которая сканирует поверхность звезды, закрывая разные ее точки. И мы можем еще судить о распределении температуры по поверхности звезды, неожиданный новый метод изучения звезд. Оказалось, что даже маленькие телескопы, запущенные в космос, в этом смысле намного эффективнее, чем большие телескопы на Земле. Тут крошечный, совершенно любительский телескоп французский, КОРО, 30 сантиметров диаметр зеркала, объектива, вообще у любителей такие вот сплошь до рядом. Но в космосе он обладает фантастической точностью измерения яркости звезды и позволяет и планеты обнаруживать, и звезду исследовать. Но тут опять американцы, конечно, совершили подвиг в том смысле, что вложились большими деньгами и создали крупный телескоп Кеплер, действительно большой, после Хаббла он второй по размеру, который направили на одну область неба и несколько лет только на нее и смотрели. Примерно 200 тысяч звезд попало на вот такую большую ПЗС-матрицу, реально у них в фокусе телескопа вот такая ПЗС-матрица была, 200 тысяч звезд, непрерывно измеряли их яркость и стали открывать одну планету за другой, потому что яркость некоторых звезд время от времени падала под действием. Вот эта область на небе, частично она на Млечный путь направлена. Там много звезд, но они слишком густо расположены, трудно отделить одно от другой. А частично вне Млечного пути, там в созвездии Лиры и Лебедя. И, в общем, правильно выбрали область и много-много материала накопили. Правда, телескоп работал не так долго, как хотелось бы, через несколько лет у нее трудности возникли. Но вот перед вами статистика открытия экзопланет. В 2009 году полетел Кеплер. До 2009 года тоже кое-что открывали с наземных телескопов, но в 2009 и дальше статистика просто сумасшедшая. Сегодня, если посмотреть за последние несколько лет, в среднем мы открываем по одной планете в сутки. Раньше в Солнечной системе мы открывали по одной планете в столетие. Уран был в XVIII веке, Нептун был в XIX веке, Плутон, если можно так назвать его планетой, в XX веке. А тут ежесуточно мы открываем новую планету. Ну да, они далеко, конечно. Тем не менее. Появились новые методы. Вот метод транзитов, то есть прохождения планеты перед звездой мы обсудили, радиальных скоростей или доплеровские обсудили, но есть и другие методы. И они начинают тоже давать. Вот это дерево методов, которые сегодня используются для обнаружения и исследования экзопланет. И самые-самые даже какие-то фантастические, экзотические методы. Например, гравитационное микролинзирование. Когда звезда с планетой проходит на фоне другой, более далекой звезды, мы видим, как изменяется яркость той более далекой звезды, потому что эта звезда фокусирует своим гравитационным полем ее свет. А планетка тоже дает в этом смысле вклад. Она тоже гравитация, хоть и маленькая, конечно, своей гравитацией обладает. И вот, пожалуйста, реальное кривое наблюдение. Этот большой пик, эта звезда усилила яркость далекой звезды, а вот тут вот эта планетка вмешалась в картину. Вот это присутствие планеты себя продемонстрировало. И таким образом тоже открывают... Конечно, для этого надо миллионы звезд контролировать по яркости, но сейчас есть телескопы-роботы, которые каждую ночь контролируют миллионы звезд на небе. И время от времени случаются такие совпадения, когда на одном луче зрения далекая звезда и более близкая к нам с планетой оказывается. Статистика открытий по массам и по годам. Ну, чем дальше в лес, то есть от года к году мы открываем все более широкий диапазон планет по массам. Это масса Юпитера. В основном, конечно, Юпитера подобные, но они большие, их легче открыть. Но чем дальше, чем ближе к нашим дням, тем все более и более мелкие планеты, менее массивные мы открываем, и уже типа Урана, Нептуна, и типа Земли, и даже менее массивные, чем Земля, уже тоже открыты. Это статистика по орбитальным периодам. Понятно, что масса и орбитальный период. Планеты с маленькой массой на больших расстояниях от своей звезды просто не могут ее раскачать. Ну, гравитация их слаба. Если они близко к звезде, они еще как-то себя проявляют далеко. То есть это чисто наблюдательная селекция. Тут мы ничего не видим. А массивные планеты на любых расстояниях от звезды способны ее раскачать. Вот для примера Юпитер. Так, а тут был Сатурн. Ну, ладно. Ну, в общем, вот Юпитер. Это более массивные, чем Юпитер планеты. Это менее массивные. А вот это граница, которая отделяет формально планеты от звезд. А точнее, от таких вот не совсем доделанных звезд коричневые карлики или бурые карлики. Brown dwarfs. Они не совсем звезды и не совсем планеты. Там термоядерные реакции идут понемножечку. Но эту границу, так сказать, идеально точно не рассчитаешь. Поэтому в каталоге экзопланет попадают и небольшие коричневые карлики на всякий случай, чтобы не упустить планету. Потом мы их более четко когда-нибудь отделим друг от друга. Масса планеты и эксцентриситет орбиты. Ну, степень округлости орбиты. Вот тут нас ждало совершенно необычное открытие. Я тут нарисовал положение Юпитера, Сатурна, Земли. Ну, где-нибудь тут Меркурий. Ну, вот Юпитер и Сатурн. У них не совсем круглые орбиты, но слабо отличающиеся от окружности. У Земли гораздо более круглые, у Венеры еще более круглые и так далее. Но посмотрите, вот в этой области сколько открыто планет. А это как раз область огромных эксцентриситетов, крайне вытянутых орбит. Ничего подобного ни теоретики, никто в астрономии не ожидал. Как мы себе представляем формирование планет? Это молодая звезда, окруженная протопланетным диском. В диске вещество может двигаться только по кругу. Ему невозможно туда-сюда бегать. Это газовый полевой диск. Значит, и планеты, сформировавшиеся в нем, тоже должны бегать по кругу. И в нашей Солнечной системе это практически так и есть. Но мы обнаружили массу планетных систем, где планеты бегают с эксцентриситетом, близким к единице. Это вообще кометообразные орбиты. Вот так вот просто падают на звезду, потом взлетают наверх, обратно падают. Как это у них получилось, как это природа смогла реализовать, пока загадка. Есть довольно понятная связь между массой планеты и ее размером. Конечно, это зависит от того, из чего сделана планета. Тут нарисованы разные материалы, от железа там и вплоть до водорода. Понятно, что маломассивные планеты, чем они больше вещества в себе несут, чем больше вещества несут, тем они больше. Самые массивные у нас Юпитер и Сатурн, они почти из чистого водорода и гелия сделаны. Но, оказывается, теория показывает, что особенно крупных планет в природе быть не может. Если мы на Юпитер будем еще добавлять вещество, он начнет уменьшаться в размере, потому что давление выше лежащих слоев начнет его сжимать. Но, в принципе, измерив размер и массу планеты, мы можем сказать, из чего она сделана. Итак, эта работа ведется. Вот реальные точечки. Это открытые экзопланеты с их массами. Массы обычно по доплеровскому методу открываются. И размером, а размер по методу транзитов, то есть прохождение перед звездой. И мы видим, что теория, предсказывающая, из чего там, из воды, из минералов, или из чистого железа сделана планета, мы можем приблизительно судить о том, из чего сделана планета. Ну, понятно, маленькие планеты, в основном железо, как Земля, железное ядро, минеральная мантия и кора. А крупные планеты, вот в массах Земли, там 10 масс Земли, 20 масс Земли, они все более и более богаты летучими веществами и все ближе и ближе к кривым, там, из чистой воды или вода в смеси с другими газами или даже большие водороды гелиевые атмосферы. Тут никаких неожиданностей нет, хотя теоретики не все до конца понимают, но, в принципе, зависимость ясная. Довольно часто можно увидеть вот такие картинки, где нам предъявляют планеты, похожие на Землю. Для примера рисуют, ну, не рисуют, а реальные фотографии Венеры и Земли показывают, вот они перед нами, и рядом те экзопланеты, которые по размеру, а значит и по массе, наверное, напоминают нашу Землю. Но не надо заблуждаться. Это фотографии, но вот это рисунки. И мы никогда ни в какой телескоп с Земли, наверное, не увидим географию экзопланеты. Слишком они далеко и слишком маленький у них размер. Это, конечно, фантазия художника, не более того. Но часто нет комментариев к таким рисункам. И я вот замечал, даже студенты мои в МГУ, некоторые, ну, не самые, конечно, глубокие, глубокомысленные, мыслящие, думали, а что, это правда фотография экзопланеты? Нет, надо понимать, что дай бог точку увидеть светящуюся, а об ее рисунке на поверхности мы, конечно, судить не можем. Нас интересуют не только планеты, похожие на Землю по размеру и массе, но еще и находящиеся в условиях, близких к земному климату. А это значит в области возможной жизни по температуре. Температурный коридор довольно узкий, он понемножку перемещается по мере эволюции Солнца, но в принципе в нашей Солнечной системе он накрывает Землю и чуть-чуть касается, когда-то касался Венеры, сегодня она уже в горячую область попала и коснулся Марса в наше время своим холодным концом. Довольно узкая область. Но есть такие экзопланетные системы, где некоторые планеты тоже попадают в область возможной жизни, ну или в зону жизни. Вот, по крайней мере, иногда их удается открывать. Я вам хочу про него... Вообще вот этот пример, вот я вам показал систему Глизе 581. Это довольно интересный пример того, на каком уровне делаются астрономические открытия, которые иногда приходятся... которые иногда закрытиями становятся. Несколько лет назад была выявлена вот эта экзопланетная система Глизе 581, великолепная система у Красного Карлика, менее массивной звезды, чем Солнце, и там шесть планет земного типа, причем, по крайней мере, одна в зоне жизни, ну и две еще, как Венера и Марс, на краях зоны жизни. Вообще фантастика, такое открытие сделать. Но прошло несколько лет, и вот эта самая перспективная планета под буквой G, она была выведена из списка, то есть оказалось, что ее нет. Ну, надо ли за это ругать астрономов, что сначала объявили об открытии, а потом дезавуировали его? Давайте посмотрим. Вот это реальные наблюдения радиальной скорости, то есть скорости движения звезды. Вы тут можете заметить вообще какую-то систематику? Ничего на глаз не видно. Тем не менее, анализ переменности, ну, фурии-анализ, он позволяет выделить сначала мощные колебания. Ну, вот сама первая планета была открыта, это под буквой B. A – это звезда с ее именем 581A. Звезда, потом идет первая планета. Ну, тут все чудесные колебания. Звезды говорят о том, что есть рядом с ней планета с периодом в 5 суток обращающаяся. Снимают это колебание, смотрят дальше. Вот тут уже не очень надежно, ну, вполне надежно, да, следующую планету открыли. Снимают эту периодичность, следующую планету. Понимаете, что дальше уже ошибки гораздо больше, чем амплитуда колебаний. И вот можно то ли верить в этот результат, то ли не доверять ему, где там 3 сигма, 5 сигм, точность измерений. И объявив вот об этой планете G, оказалось, ошиблись, никаких тут колебаний не было, и она перестала существовать в наших каталогах экзопланет. Жалко, потому что место ее там было очень перспективное. Ну, вот все это, такая технология, она, конечно, всегда на грани возможности астрономической точности. И иногда вот приходится говорить, что нет, ребята, это открытие было ошибочно. Тем не менее, есть экзопланеты, вот Кеплер-22, которые не сильно отличаются от Земли и от Венеры по размеру и по массе, ну, вдвое, это не так уж принципиально, и находятся внутри зоны жизни своей звезды. Так что вполне у них может быть и атмосфера, и условия для жизни. Или вот так, ну, вот Кеплер-90, великолепная экзопланетная система. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В нашей Солнечной системе восемь планет, и там восемь, причем надежно обнаруженных. И, причем, как они расположены? На периферии гиганты, а вблизи звезды планеты земного типа. Ну, прям копия Солнечной системы. Очень приятно делать такие открытия. Ну, вот так вот она должна выглядеть. И они, конечно, перспективны. Или вот Трапест-1, великолепная экзопланетная система с семью планетами. Правда, звездочка маленькая, она раз в десять менее массивной, чем Солнце, дохленькая, еле-еле светит, но зато и планеты к ней ближе. И они находятся на таких расстояниях, что, по крайней мере, три из них попадают в зону возможной жизни. Вот не упустите вот эти вот кривые. Вот они показывают, что вся планетная система Трапест-1, она бы уложилась глубоко внутри орбиты нашего Меркурия. Но поскольку и звездочка очень слабая, она в десять тысяч раз менее горячая, меньше светимость имеет, чем у Солнца, то они как раз вот тут, рядом со своей этой дохленькой звездочкой, они прекрасно нагреваются и в зону жизни, она отмечена зеленым, попадают, по крайней мере, три планеты. И недалеко от нас находится. Очень интересная система. Ну, это, конечно, рисунок художника, но, возможно, так оно и есть там. Сегодня можно найти специальные каталоги потенциально, но слово habitable, его по-разному можно переводить, говорят обитаемых или потенциально, я бы сказал, потенциально пригодных для жизни, потенциально пригодных для жизни, это будет точный перевод, потому что никто не знает, есть ли там жизнь, но формально условия для жизни земного типа там есть. И вот на всех этих картинках вы будете видеть внешний вид этих планет и нигде не будет, вот поищите, нигде не написано, что это работа художника. И в научно-популярных книжках и на сайтах многие ребята, глядя на это, почему-то думают, что это астрономы их сфотографировали. Нет, конечно, и никогда не сфотографируют, пока не подлетят туда поближе на чем-нибудь. Вот это все фотографии наших родных, а это все фантазии художника. Но размеры и массы мы измерять умеем. Ближайшая к нам планета находится у ближайшей к нам звезды, Проксима, созвездие Кентавр. Звездочка маленькая, красный кардик, менее массивная, чем Солнце, но у нее две планеты. Одна довольно крупная, шесть масс Земли, а другая чуть больше земной массы, а может быть даже и точно равна земной, ну там, трудно сказать, но близка к земной массе и находится, то есть в зоне возможной жизни, близко к звезде, но именно настолько близко, что там температура порядка 50 градусов выше нуля по Цельсию, то есть вообще идеальное место для жизни, если не вспомнить о том, что ее звездочка, красный карлик, очень нестабильна. Вообще все маломассивные звезды, к сожалению, не такие хорошие, как наше Солнце. Они постоянно вспышки демонстрируют, взрывы на поверхности, и там, конечно, условия на поверхности этой планеты будут не очень, очень нестабильными, но под грунтом это все должно, никакого значения не должно иметь. Под грунтом у любой планеты уже на глубине метров двух, там, трех, у вас всегда стабильные условия. Ни день, ни ночь, ни зима, ни лето, ничего, ни вспышки на звезде их изменить не могут. Они там всегда одинаковые, как в метро. Спустился зимой и летом одна и та же температура. Так что под грунтом на этих планетах, даже рядом со звездой красным карликом, очень даже могут быть условия для жизни вполне приемлемые. А я напоминаю, у нас на Земле тоже основная биомасса под грунтом живет. Это нам кажется, что мы тут вот основную долю нашей биосферы составляем. Нет. У нас там до глубины в три километра все населено микроорганизмами. Их суммарная биомасса больше, чем нас с вами, там слонов, носорогов, пальм, баобабов и прочего. Так что наша наземная жизнь это пенка на фоне подземной жизни на Земле. То же самое может быть и на таких планетах. Ничего страшного. Хотелось бы их увидеть. Впервые увидели планету рядом со звездой Фомальгаут. Она в южном полушарии. Но телескоп Хаббл ее сфотографировал. За слоночкой закрыл саму яркую звезду. Нашел вокруг нее полевой диск, протопланетный диск. И вот тут обнаружилась планетка. И мы за ней наблюдаем. Она год от года по орбите перемещается. Правда, оказалось, что вот это ее изображение не совсем от поверхности планеты идет. Вокруг планеты довольно большой протоспутниковый диск. То есть в нем формируются спутники этой планеты. Ну, как у наших гигантов, у Юпитера, у Сатурна. Десятки спутников. У нее тоже когда-нибудь будут. Так что это свет, рассеянный в основном в диске протоспутникового. Но, тем не менее, может, не саму планету, но ее присутствие это изображение демонстрирует. Год от года мы следим. Видите, как она по орбите перемещается и летит вперед. Все в соответствии с законами небесной механики. Астрономы потихонечку учатся тушить изображение звезды так, чтобы оно не мешало увидеть рядом с ним планеты. Вот этот мусор это просто то, что не удалось... Исходное изображение звезды было больше этого экрана и на нем вообще ничего нет. Все было залито светом. Но специальными методами, накладывая плюс на минус, позитив на негатив, удалось почти полностью потушить изображение звезды. Это мусор только от него остался. Такие флуктуации и яркости. И вот выяснилось, что рядом с ней три гигантских планеты. Правда, на очень большом расстоянии. Но, тем не менее. Вот так они... Да, потом четвертую открыли еще дальше. Б-та. И вот на этой картинке, посмотрите, они движутся. То есть год от года ведется съемка, и мы видим, как они по орбитам перемещаются. Это реальные изображения планет. Но надо понимать, что они далеко от звезды, и они светятся неотраженным светом своей родной звезды. Они светятся сами. Это инфракрасное изображение. И эти планеты просто теплые, если не сказать горячие. Они массивные, они больше нашего Юпитера, и они просто теплые. Внутреннее тепло из них выходит, и мы их видим, потому что они теплые. Не будь звезды, мы бы их тоже увидели. Ну, правда, вряд ли заметили бы, конечно, такую мелочь. Но, тем не менее, это их фотографии. Звезду мы учимся все лучше и лучше тушить. И на этом фоне, вот, посмотрите, так потушили звезду, что только крестик от нее остался в середине, а самого изображения нет. А планеты ярко светятся, но это их собственный свет. Просто это гигантские планеты. И вот потушили звезду, вот там, там стрелка показывает, там была звезда. Но это действительно очень тонкие методы, там надо с поляризацией света работать. Он от планеты идет поляризованный, от звезды нет. Ну и, в общем, научились. Но посмотрите, где мы нашли планету? Вот это, если бы здесь было Солнце, это был бы размер орбиты Нептуна, последней нашей планеты. А там, тамошняя планета, вот она где. То есть она гораздо дальше, чем наш Нептун. То есть она сама по себе. Она светится сама по себе. Звезда ее почти не освещает. Тем не менее, это интересно. Экзопланеты у двойных и кратных звезд. Тоже этого никто не ожидал. Вокруг одной звезды планеты легко сформироваться. А когда несколько конкурирующих гравитаций от нескольких звезд, как там может планета сформироваться? Тем не менее, обнаружились и такие. Они двух типов имеют конфигурации. Либо это планета вокруг звезды, и вместе они бегают вокруг другой звезды. Либо это планета, которая движется вокруг двух звезд, рядом находящихся. То есть она воспринимает их гравитацию как единого тела. Либо вот такая вот система. И такие, и другие были обнаружены среди изопланет. Ну а увидеть, как формируются планеты, конечно, астрономы не мечтали. И делали вот такие рисунки в учебниках, как вокруг молодого солнца, протопланетный диск, и там потихонечку собирается вещество в отдельные планеты. И даже понимали, почему планеты типа Земли не имеют летучих материалов, водорода, гелия в своем составе. Потому что солнце сильно нагревало около себя область и изгнало оттуда летучие вещества, в том числе и воду тоже, ну и гелий, водород. И тут сформировались каменные планеты. А вот за этой линией льдов, как ее называют, сформировались гиганты, Сатурн, Юпитер, планеты, на которых много легко испаряющихся веществ. Все это были картинки в учебниках. Но в наше время появилась такая техника, которая может нам все это реально показать. Это самый крупный радиотелескоп на Земле. Система из 60 антенн на севере Чили, в чилийских Андах, высоко, на высоте 5 километров. И они наблюдают небо в миллиметровом и субмиллиметровом радиодиапазонах. Видят молекулы. И вот перед нами не рисунок, а реальное радиоизображение. Протопланетного диска. Звезда, вокруг нее газопылевой тор, диск практически. И там даже уже протоптали дорожки, видимо, формирующиеся планеты. То есть они на себя собрали вещество, и диск стал в этих местах практически пустым. Самих планет мы тут не видим, но протопланетный диск перед нами. Или вот точно такая же ситуация. И буквально вчера пришла новость, что в протопланетном диске вот этой звезды ПДС-70 открыли не просто изображение молодой планеты, а планеты, окруженные протоспутниковым диском. То есть тут рядом с планетой еще и формируются ее луны, как сейчас принято говорить. В общем, спутники этой планеты. Это здорово. Такая техника позволяет уже видеть то, о чем раньше даже и мечтать было трудно. Как исследовать планету, от которой мы в лучшем случае получаем точечку света? Но ведь она время от времени проходит на фоне своей звезды, если нам повезло. Значит, надо использовать тот же метод, который когда-то Ломоносов использовал, когда у Венеры открыл атмосферу. Когда Венера время от времени проходит на фоне солнечного диска, вот эта вот Венера, то солнечный свет, проходя сквозь атмосферу Венеры, доказал Ломоносову, что эта атмосфера существует, преломил свет Солнца. Это так и называется в мировой литературе метод Ломоносова. И когда мы видим какую-то экзопланету, свет звезды, проходя через верхние слои атмосферы этой планеты, оставляет в спектре линии тех химических элементов, которые в атмосфере этой планеты присутствуют. Этот метод тоже работает. И мы уже понемножку начинаем думать о том, чтобы по спектрам экзопланет обнаруживать присутствие каких-то полезных для жизни химических элементов. кислорода, воды, что-нибудь еще, может быть, углекислого газа или элементов, продуктов жизнедеятельности, метаном, например. Это уже вполне по силам будет телескопом следующего поколения. Этот метод даже был опробован таким оригинальным способом, а именно с его помощью открыли жизнь на Земле. Как? Ну вот перед нами ситуация. Вечер, Луна перед заходом за горизонт, молоденькая Луна, серпик ее, освещенный Солнцем, а вот это вот, как астрономы называют, это пепельный свет Луны. Наверняка его все видели. Понятно, откуда он берется. Свет Солнца падает на Землю, освещает дневную сторону Земли, отражается, попадает на Луну, на ночную сторону Луны. Вот узенький серпик мы видим, а в основном перед нами сейчас ночная сторона Луны. И тем не менее, свет, отраженный от Земли, освещает Луну, и мы его потом принимаем обратно. Так смотрите, от Солнца свет один раз прошел сквозь атмосферу Земли, второй раз прошел и третий раз прошел, трижды прошел сквозь атмосферу Земли. И в спектре ночного лунного света, пепельного лунного света обнаружились линии кислорода, воды, метана, в общем, всего того, что у нас в атмосфере Земли говорит о присутствии в ней жизни. Поэтому метод должен работать. Вот таким образом его испытали. Ладно, это все детали. Я покажу, где работают астрономы, которые этим занимаются. Это, как правило, лучшие обсерватории в мире. Они на вершинах гор, либо Чилийских Андов, либо на Гавайских островах, там 4-х километровая высота, Маунакеа. Это, конечно, самые крупные телескопы. На что они сейчас рассчитывают, астрономы, работающие там? Вот спектр Солнца, и в нем, конечно, превалируют оптические кванты, оптическое излучение. Потом, падая на планеты, оно частично отражается. Планеты как бы повторяют спектр Солнца. Но они еще и нагреваются и сами излучают инфракрасный свет. И уже вот этот разрыв Солнца в миллиард раз ярче, чем отраженный от Земли его свет. Но если смотреть в инфракрасные области, уже не в миллиард раз, а в тысячи раз Земля уступает Солнцу и другие планеты уступают Солнцу в инфракрасной области. Значит, тут их и надо искать. И на это нацелена современная техника. Сейчас в космосе находятся две обсерватории, которые готовят, ну и сами наблюдают, а главное, готовят материал для следующего очень важного прорыва. Вот это обсерватория ТЭС, американская, четыре широкоугольных телескопа уже второй раз осматривают все небо. Один обзор совершили всего неба. Телескоп Кеплер на маленький кусочек смотрел, и то открыл там четыре тысячи планет, а этот осматривает все небо. И европейский сравнительно маленький спутник Хеопс, у него один телескоп, он тоже широкопольный, и он большие куски неба осматривает. И они готовят материал для работы вот этой вот штуковины, которая, я надеюсь, в этом году все-таки наконец-то полетит. Это телескоп Джеймс Уэбб, огромный, с раздвижным зеркалом, диаметром шесть с половиной метров, и он будет наблюдать в оптике и в ближнем инфракрасном диапазоне. Для него специально сейчас готовится список самых перспективных экзопланет, на которые есть смысл смотреть, чтобы исследовать их атмосферу. Потому что этот будет телескоп универсальный, он всем будет нужен, не только экзопланетчикам, он и галактики, и звезды будет исследовать. Но какая-то часть времени будет его отдана для исследования экзопланеты, тут надо не промахнуться, а выбрать самые перспективные, для этого летают те два предыдущих. А через несколько лет Европа, европейские инженеры обещают нам запуск вот такого телескопа Ариэль, который немножко поменьше будет размером, чем Джеймс Вебб, но зато он только на экзопланеты будет заточен и только по ним будет работать в ближнем, тоже в оптике и в ближнем инфракрасном диапазоне. Тут все-таки время огромное будет для наблюдений, а не отрывки какие-то, и может быть он даже больше нам даст информации, чем Джеймс Вебб, который будет смотреть на разные объекты, и не только на экзопланеты. Очень перспективно использовать интерференционные методы. Когда у вас два, а лучше больше, но как минимум два телескопа смотрят на одну звезду с планетой, тогда изображение и звезды, и планеты, интерференция, складываются два пучка, становятся такими полосатенькими, но планета немножко смещена по отношению к звезде, и там, где провалы изображения звезды, где черные места в изображении звезды, могут попасть в светлые места в изображении планеты, и мы их тогда увидим, звезда не помешает, они лягут в промежутке между изображениями, интерференционной картиной изображения звезды. Очень хороший метод, только на Земле, вот он не очень хорошо работает, атмосфера мешает, его опробовали, вот такой двухобъективный, двухзеркальный телескоп, его называют большой бинокулярный телескоп, в Аризоне работает, он уже показал, что метод работает, только уберите атмосферу, тогда он будет работать еще лучше, атмосферу никто не уберет, значит, надо такие же запускать в космос. Проекты есть, даже не двух, а четырех объективный и база, на которую все эти собранные ими лучи скидываются. Проекты есть, а денег нет пока, так что его не знаю, будут делать или нет американцы. Вот расчеты показывают, что он очень эффективно будет работать. Теперь я покажу проект, который мне больше всех нравится, замечательный проект, сейчас покажу вам четыре его картинки, а потом, может быть, в конце мы запустим киношку. Выводится в космос большой телескоп такого солидного размера, четырехметрового диаметра объектива, и некая штуковина, которая от него отрывается, отлетает и раскрывается в огромный экран, в зонтик такой. И этот экран удаляется далеко-далеко-далеко, на тысячи километров и может с собой закрыть звезду, оставив незакрытыми планеты рядом с этой звездой. И, пожалуйста, звезда закрыта. Причем это не художественная, это все точно рассчитанная форма экрана, чтобы там не было вторичных интерференционных полосочек, круглых изображений, а весь свет тут от звезды и газ. И планеты будут доступны исследованию, звезда не помешает. Гениальный проект, только очень дорогой. Не знаю, будет он реализован когда-нибудь или нет. Ну и, наконец, сейчас происходит строительство вот этого супертелескопа диаметром 40 метров объектив у него. И он уже столько в Чили тоже на севере Чили и устроит большой европейский телескоп гигантский, супергигантский. Он года через четыре начнет работать и тогда он столько света соберет, что можно уже спектры экзопланет попробовать получить. Ну и последнее. Мы же о космонавтике сегодня говорим. Надо лететь к экзопланетам. Вот человек, который нам обещает туда полететь. Я очень рад, что он мой однокашник, он тоже выпускник физфака МГУ, только помоложе меня, но видимо более шустрый, потому что уже стал долларовым миллиардером. Живет в Калифорнии, Юрий Мильнер и среди прочих его проектов он очень такой активный спонсор разных проектов космических, но все-таки физик наш человек. Он дал деньги на строительство вот этого вот микроспутников размером. Что нам там внизу? Вот сегодня мы ходили по лабораториям Сколковского центра, там нам показали микроспутник размером 10 на 10 сантиметров, кьюбсат, разве это микро? У него будет меньше наперстка. Спутники буквально с ноготь размером привязаны к маленькому световому парусу, вот это 3 на 3 метра всего лишь. Ясно, что солнечный свет тут не поможет, на него будут дуть лазерным лучом очень мощным и давление света разгонит буквально за несколько минут такую вот штуковину до скорости где-то 20% от скорости света и лет за 15 он доберется до ближайших звезд с уже разведанными экзопланетами. Если это будет реализовано вот для Сколкова проект самое главное это пленку для светового паруса придумать потому что на нее будут падать гигаватты лазерного света. Если она не будет идеально отражать этот свет она в мгновение ока испарится. Пока еще не изобрели материал идеальный отражатель света. Точнее говоря одной спектральной линии лазеры работают на одной линии. Если только удастся такой материал изобрести всю эту штуку сделать никаких проблем. Надо вот он дал 100 миллионов долларов кстати немаленькие деньги на этот проект включайтесь придумывайте материал идеальное зеркало а потом для шерпотреба его можно тоже зеркало хорошее будет идеальное ну еще идеальное лицо нужно конечно иметь ну ладно теперь мы все туда хотим лететь летать а они оказывается к нам сами прилетают в семнадцатом году в солнечную систему влетел астероид вы знаете омуамуа который промчался почти незамеченным мы его на излете уже заметили и стали изучать но куда он с такой скоростью откуда он прилетел никто не знает это конечно картинка художника но она правильно представляет пропорции этого тела оно длинное и тонкое не исключено что это был космический корабль но пока он улетел к нам прилетело другое косметик вот они показаны первым омуамуа а за ним летит комета тоже межзвездного происхождения не наша чужая и открыл ее наш сотрудник нашего института генн геннадий борисов мы очень гордимся тем что первая межзвездная комета открыта нашим сотрудникам более того в атмосферу земли иногда тоже влетают метеориты межзвездного происхождения судя по скорости они не наши так что к нам тоже прибывает вещество из других планетных систем и надо научиться его перехватывать и изучать пока мы этого не умеем в конце я покажу несколько книг которые рекомендую по этой тематике перевели хорошую книжку жизнь в солнечной системе и за ее пределами джонсет крупный английский астроном в этой области специализирующийся последние годы вот эти вот книги на прилавке появились фабрик планет очень профессионально написанная таскером элизабет таскер я ее редактировал знаю хорошая книжка и есть конечно специальные представляете до чего этот бизнес уже разросся что хэндбук справочник по экзопланетам уже выпускают не просто отдельные статьи справочные ну правда 5000 объектов конечно надо их классифицировать как-то отдельные книжки есть по атмосферам экзопланет то есть это уже очень большое направление астрофизики ну и свою книжку тоже рекомендую она в общем на ту же тему можно ее в сети читать все а теперь последнюю минуту моего рассказа давайте все-таки включим эту киношку на меня она производит впечатление хорошо сделано ну анимация точнее не кино анимация вот этого проекта звездного зонтика запускаем ну посмотрите проект конечно очень перспективный и даже если зонтик не раскроется мы получим в космосе хороший телескоп больше Хаббла ну а если зонтик раскроется то возможности этого космического телескопа удесетерятся вот он улетит там на сто тысяч километров примерно но при этом будет перекрывать свет звезд тех у которых уже обнаружены планеты и теперь их можно будет изучать в прямом изображении независимо от яркой звезды все спасибо большое если есть вопросы я не знаю как нас спасибо